Между тем, не так уж давно человечество делало в космосе свои первые шаги, и были они порой весьма драматичны. Есть версия, что в космосе, или по крайней мере в околокосмическом пространстве, человек побывал задолго до Гагарина. Правда, эти полеты имели трагический исход. Скажу сразу, прямых доказательств того, что вы сейчас увидите, нет, но и опровергнуть нижеизложенные факты пока еще никто не сумел. На этом запись обрывается. Этот сигнал бедствия из космоса был получен за два года до официального полета первой женщины-космонавты. Первой разведчицей космических трасс идет вчерашняя ткачиха Валентина Владимировна Терешкова. 16 мая 1961 года. Никаких официальных сообщений о катастрофах космических аппаратов в тот день не поступало. На полях колхоза «Советский пограничник» Валконежского района пшеницу убирали преимущественно раздельным способом. Механизаторы одного из передовых хозяйств республики провели уборку зерновых всего за 8 дней. В начале 2007 года итальянские радиолюбители братья Кадилия обнародовали досье спутника. Данные своих радиоперехватов, сделанных на заре космической эры. Если верить этим досье, то еще задолго до полета первого космонавта Юрия Гагарина Советский Союз запускал людей в космос. Правда, все они погибли. Мария Громова, Алексей Лидовский, Шиборин, Митков, Костин, Цветов, Нефёдов, Кирюшин. Всего 12 человек. Уже полвека они значатся в неофициальных списках космонавтов, погибших в конце 50-х, начале 60-х годов. Были испытатели, которые в первую очередь в Институте медико-биологических проблем в наземных условиях проводили эксперименты по имитации некоторых этапов космического полета или просто испытывали возможности человеческого организма. Вот очень часто именно их почему-то зачисляют в этот пресловутый отряд «Ноль». По одной из версий пропавшие космонавты, это группы летчиков-испытателей первой ракетной техники. Их отзывали из частей для выполнения особо важного задания советского правительства. Секретное подразделение, которое условно называли «Отрядом номер ноль», было создано на базе НИИ авиационной и космической медицины еще в июне 1953 года. Испытания были строжайше засекречены. В документах задача действительно обозначалась, как разработка вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности экипажей самолетов. Только немногие посвященные знали, что работа идет на космос. В 60-е годы сам отряд космонавтов был засекреченным. Тем более те, кто тренировался по различным военным программам, а такие были, например, Союз военного использования, Союз ВИИ или программа «Спираль», но они тем более были засекречены. Удивительно, но именно на этот период, на 50-е годы, приходится самое сенсационное сообщение о гибели неизвестных космонавтов до Гагаринской эпохи. Братья Кадилия на своей любительской станции один за другим перехватывают сигналы бедствия из космоса. 1 февраля 1958 года, по их сообщениям, во время суборбитального полета погибает некто Сергей Шиборин. Его фамилии нет в списках испытательного отряда. Через год новое сообщение. 1 января 1959 года на суборбите терпит бедствие еще один космонавт-призрак Андрей Митков. Доказать, что этих полетов не было, до сих пор никому не удалось. Наша космическая программа была чрезвычайно закрытой. То есть о том, что происходило, мы узнавали уже после того, как это событие произошло. И то узнавали только если это событие было победным, рекордным там. В общем, когда все шло нормально. Если же происходили аварии, то об этом мы не узнавали. В 1948 году были проведены испытания первого отечественного ракетного комплекса на базе ракеты Р-1. И здесь появляется основная версия о пропавших космонавтах. Согласно этим данным, эти пилоты-призраки должны были обеспечить точное попадание головных частей ядерных ракет. Системы наведения в то время были слишком несовершенны, чтобы без вмешательства человека доставить смертоносный груз к цели. Мой второй полет был полностью на военной станции. Ее называли «Алмаз-5», а это был «Алмаз-3». И эта станция была полностью предназначена для военных целей. Но мог ли человек технически совершить полет в космос до Гагарина? Сегодня известно, что ракеты, способные выполнить такую задачу, появились в Советском Союзе уже в середине 50-х. Например, гражданский аналог военного проекта Р-5 с отделяемой головной частью. Сегодня рассекречены основные данные этой ракеты. Сравним их с ракетой-носителем американского проекта «Меркурий». Того самого, который позже вывел на суборбиту американских астронавтов. Вес «Меркурия» 1300 килограмм. Максимальная высота полета – 190 километров. Советская геофизическая ракета при том же весе поднималась на высоту 500 километров. И была сделана на несколько лет раньше. Но самое главное – в головной части этих ракет вполне хватало места для герметичного отсека. Именно их использовали для экспериментов по суборбитальным полетам СОПА. Вполне мог разместиться в этом отсеке и человек. Может, это и были те космонавты-призраки, якобы погибшие при суборбитальных полетах? Наши ракеты, они были достаточной грузоподъемностью, чтобы забросить на высоту более 100 километров человека. И мы, в общем-то, биологические эксперименты проводили. Отправляли собак именно по этой суборбитальной траектории. А первый корабль, предназначенный именно для полета по суборбитальной траектории с двумя космонавтами, у нас в стране проектировали еще в 1947 году. Это запись радиоперехвата, сделанного братьями Кадилья 4 февраля 1961 года. По их утверждениям, в тот день они услышали в эфире, как на орбите умирает человек. До полета Гагарина оставалось больше двух месяцев. Как сегодня известно из рассекреченных документов, в тот день в Советском Союзе действительно состоялся ракетный запуск. Это была первая попытка отправить к Венере космическую станцию. Но из-за неполадок она осталась на околоземной орбите. В сообщении ТАСС станцию назвали спутником, который по плану был выведен на орбиту. Ни слова о полете к Венере. Во всех рассекреченных сегодня документах, эта станция называется автоматически. Но чей замирающий стук в сердце слышали тогда итальянские радиолюбители? Очередному призраку на орбите дали имя Геннадий Михайлович. Схожесть параметров вот этих двух космических аппаратов, орбитальная межпланетная станция с разгонным блоком и пилотермовый корабль, и в общем-то поставила в тупик американскую разведку, и они предположили, что может быть в ходе этого полета были как раз вот, якобы этот полет мог быть неудачным, и на борту находился космонавт. Вот даже называлась фамилия Михайлов, хотя я слышал и другие фамилии, Грачев, Кочур, по-моему, еще кто-то. Сообщения о неизвестных полетах советских космонавтов продолжали появляться и после 12 апреля 61-го года, когда весь мир приветствовал первого человека, вернувшегося из космоса. Многие сенсационные данные радиоперехватов, звуковая информация, имена, изображения и звуки до сих пор хранятся под грифом «совершенно секретно». Возможно, история невероятной мистификации, в которую некоторые верят до сих пор, еще не окончена. Ведь даже о том, что к полету Юрия Гагарина было заготовлено три варианта сообщения ТАСС, стало известно не так давно. Первый вариант слышали миллион. Тексты второго и третьего варианта, на случай, если корабль не выйдет на орбиту или первый космонавт погибнет, до сих пор хранятся в секрете. Земля, космонавт, самочувствие отличное. Продолжаем полет. Думаю, что эти истории с тайным посещением орбиты еще ждут своих исследователей и своей порции рассекреченных документов. До Гагарина в космос летали собаки и манекены. Это факт. Но кто поручится, что не было живых испытателей? Уж если на советских военных проверяли ядерные взрывы, боевые отравляющие вещества и сверхвысотные парашюты, то кто поручится, что в пробный полет к орбите не отправляли и добровольцев?